всем привет товарищи так в этом видео хочу рассказать вам свою небольшую историю о том почему же я не купил большой тур эндуро давайте начнем немножко сначала от истоков когда я решил себе брать свой первый мотоцикл и то есть я его брал уже изначально на то чтобы на нем путешествовать но опять же это должна была быть спартуха поэтому я купил себе honda nc honda cvr 650 в общем спартуху типа спартуха короче honda делает мотоциклы какие-то она пытается всем угодить и вроде как спартухой вроде как не спартуха короче у хонды какая-то вот такая херня они пытаются все усреднить в общем ну ладно это уже отдельная тема купил я этот мотоцикл рюкзачок в общем затарился легкой ультра легкой снарягой в принципе с этим рюкзачком я поехал на нордкап прекратился кайфанул по-своему это был мой первый дальняк тем более такой большой я по германии поездки не считаю намотал отчеты за эту поездку 7 чем-то тысяч небольшим ну в общем все нормально до тех пор пока у меня мотоцикл два года назад не спиздили два года может чуть больше не важно не суть в общем получил я страховку чё делать да думаю надо как-то что-то может быть посмотреть в сторону другого мотоцикла я начал смотреть honda nc 750 мотоцикл мне понравился смотрится он нормально выглядит такой типа а-ля adventure знаете но на самом деле опять же это нихера не adventure не тур эндуро это просто турист турист и городской вот в для этих целей идеально эндуро назвать его даже для плохих дорог он плох расскажу почему в общем он опять же большой он много весит ну как бы если в нем сделать нам скажем нормальную подвеску как у эндуро то будет классический тур эндуро а-ля гусь или африка или еще что то такое да но единственное то есть он внешне то вроде как бы такой серьезный да с кофрами смотрится все бомбически классно но подвеска у него никакая то есть я в прошлом году поехал по швеции уже в сторону дома и там был небольшой участок грейдера ну я там немножечко вжарил так легкий грейдер там не было никаких буераков просто грейдер такой знаете в вибрациями так я там что-то за эти километров 10-15 по-моему два болта потерял ну это как бы ладно херен с ним мотоцикл это не про это на асфальте ведется идеально ехать можно вальяжно комфортно в общем все нормально для туризма для асфальта вообще четко ну хочется же ведь немножко куда-то съехать понимаете от когда ехал ехал первый дальняк на спортухе ну там вообще жесткие ограничения ну исключительно асфальт 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 то есть съехать куда-то там в лесок по тропинке какой-то какому-то озеру и речке как бы ну не нереально оставлять где-то мотоцикл а потом пару километров тащиться куда-то в неизвестность так себе знаете десять раз подумаешь поэтому все сводится каким-то таким стремным локациям или кемпингу в общем не интересно большой тур эндуро почему я же все-таки начал видос рассказывать почему именно большой тур эндуро не взял мне знаете позвать сейчас поездив на энсихи захотелось вот захотелось именно той концепции что у меня было изначально как бы moto легкоходство чтобы максимально на легке но при этом не быть ограниченным дорогой не быть не быть ограниченным асфальт асфальтом чтобы можно было куда-то съехать по тропинке в лесок прокатиться чтобы можно было в случае чего развернуть его легко мотоцикл скажем так если он где-то я буду один я и путешествую как правило один если где-то упаду чтобы я мог его в состоянии сам легко поднять и дальше ехать поэтому я выбрал серв 300 ралли версию то есть у него отличная ветрозащита как себя сейчас показала но я пока еще на ней мало накатал там что-то 150 километров тут по месту но вот на автобан выскакивал ветрозащиты дефолт и да вот стоковая по умолчанию и она намного лучше чем у той же эндсихи стоковая защита стенсив это как вот как некит можно сказать со стоковой защиты а здесь прям нормальный пластик так хорошо и ноги защищает от ветра то есть нигде ничего не дует в общем в этом плане нормально так вот почему я опять же не сну теоретически я бы мог до продать энсиху и два года всего и те деньги которые я вложил в покупку нового мотоцикла я мог бы добавить и купить какого нибудь там гуся или африку твин даже новую в принципе хватило бы мог бы да почему я этого не сделал я сейчас буду говорить исключительно свое мнение свои убеждения у вас они могут быть разно отличаться от моего поэтому я свое мнение никому не навязываю это вот как я вижу ситуацию с большими турэндурами опять же насмотревшись кучу всяких видосов на эту тему где люди едут там на тот же тэд транс-юро-трейл это оффроуд дороги по европе едут полностью упакованные там кофрами сверху донизу там на больших гусях африках и едут типа в эндуро и я просто посмотрел как они едут там но это это иногда даже смешно то есть это мотоциклы это мотоциклы реально не про эндуро это больше турист я бы сказал так 80 процентов турист дорога или плохая дорога грейдер и 20 процентов уже такое бездорожье это знаете что я бы вот скажем даже если будь у меня тот же большой турэндуро какой-то там ктм 1200 или там гусь не неважно не суть не принципиально и когда ты едешь один куда-то ты всегда будешь выбирать дорогу именно соответствующую твоему скилу и твоим возможностям потому что если такой мотоцикл упадет поднимать ты его будешь один знаете вот есть видосы дам допустим есть каналы допустим как проект 18 да сейчас многие могут сослаться на него скажу посмотри проект 18 там как они люто гоняет все дела там опять же проект 18 да это опять же шоу это шоу реально шоу как я вижу этот проект плюс они едут упакованные все они катаются как правило обратите внимание их не многодневные туры у них мотоциклы разгруженные это значит за ними едет где-то машина с прицепом со всей жрачкой с палатками со всей требухой иногда даже где-то видосах было что там даже вездеход за ними едет что понимаете опять же толпой 10 человек если там посмотрите эти видосы где вот эти эндуро на больших эндуро как-то это происходит один падает к нему тут же подбегают пять человек и начинают все дружно вытаскивать а теперь представьте аналогичную дорогу аналогичные условия и ты едешь один со всем багажом на своем тур эндуро то есть тебя как бы маркетинг впаривает то что тур эндуро это прям вот плюс 5 плюс 500 к твоему скилу что ты купишь тур эндуро это априори вездеход что ты везде теперь проедешь да вот в таких условиях когда компания из десяти человек условно говоря ты налегке вот как проект 18 я ничего против проект 18 не имею как бы я его смотрю тоже иногда с удовольствием ну просто давайте как бы реально если вы вот одиночка путешественник допустим покупаете африку твин отдаете там 20000 евро покупаете там кафры сумки затаривай за запаху навьючиваете это все и потом едете куда вы какой какой на гераф рот вы поедете так легкое бездорожье грейдер это ровненький а чуть какие-то там кочки начнутся ты сам туда не сунешься поэтому весь твой мотоцикл со своим этим с этой требухой он будет вся вся твоя поездка сведется тупо поездки по асфальту не более поэтому я как бы накатался уже в таком плане на первом мотоцикле сейчас на энсихе то есть энсиха как бы и африка двин они в принципе для путешествий для дальников они в принципе на равных потому что как я уже стал ты на африке один не сунешься в бездорожье в грязь и на энсихе ты туда не сунешься ты будешь что на африке что на энсихе ты будешь просто ехать по асфальту а как говорится зачем платить больше в два раза когда не видно разницы поэтому да вот это все дурная это все тупо опять же мое субъективное мнение это тупо маркетинг ты далеко не уедешь взять вот даже бересневича да тоже его смотрю тоже ничего против него не имею отношусь к нему с уважением как бы вот тоже смотришь его видос он нам куда-то едет он всегда рассчитывает и куда он едет именно свои возможности то есть у него мотоцикл большой тяжелый загруженный и он не суется в какие-то ебеня где там лютая грязь откуда он откуда он в одиночку выехать не сможет поэтому вся его дорога сводится к асфальту даже вот его предпоследний видос если смотреть где он там в израиле был и там встретился с ребятами они там вместе катались на легких эндуриках по бездорожью даже в том видосе он сам об этом говорит что на африке он бы туда не сунулся ни за что в те места и вот как раз таки вот легкий тур эндуро я считаю все таки серых 300 реальные это как раз вот именно тур эндуро это и можно турить и пас по асфальту он едет по прямой нормально в принципе комфортно 100 120 можно ну он не на износ работает нормально едет спокойно и все и можно съехать в лютую дичь скажем так то есть он это его стихия как бы между то есть вот он как бы 50 на 50 с ним можно наверное сказать что больше в эндуро чем асфальт опять зависит от резины которая будет про мотоцикл про этот про новый про свой опыт на нем про свои ощущения я сниму видос немного попозже потому что проехался на нем я еще мало 150 километров это не считается это два раза за хлебом съездить и вот тебе уже 150 а наверно сделаю какой-нибудь такой легкий обзорчик на эту тему после первого то после первой тысячи наверно посмотрим сейчас пока потихонечку обрастаю нужным инструментом всякими приспособами что касается тюнинга я вообще не хочу никакой тюнинг вкладывать единственное что я купил это багажник сегодня должен прийти в обед ну багажник такой на хвост как бы аккуратный компактный от ралли райт потом я вам его тоже покажу где-нибудь может быть в каких-нибудь шотах или сниму отдельный видос на эту тему ну посмотрим так что хочу вас оставить максимально все в стоке как есть надоел мне этот колхоз я исходный со своей антихи тоже все поснимал даже эти крепления кофров я их выставил на ebay кстати если кто-то в германии меня смотрит и у кого-то есть интерес эти ков крепления кофров в этой рамке для nc 750 x то у меня есть если чё пишите в комментариях я вам ссылку кину на ebay то есть я там это дело выставил кафе пока продавать не буду ибо они у меня там в коридоре сейчас там к стене и так предел это получилось у меня как типа шкафчики такие прикольно кафе можно всегда потом продать ну да ладно а что касается багажной системы я сейчас все-таки смотрю хочу купить себе мозг а на 40 литров то есть так как у меня снаряга ультралайт и очень компактная 40 литров плюс 18 литров рюкзак мой открыли то есть хватить должно по за глаза тем более там у меня одежда она с мембраны то есть она водонепроницаемая поэтому дождевиков не отдельно тащить тоже как бы нет необходимости поэтому 40 литров будет оптимально да ладно ребят все не буду затягивать данный видос и так уже тут наговорил сколько я там минут наговорил дух почти 14 минут уже так что все давайте а я пойду монтировать этот видос чтобы вам его свежечком так сказать дать посмотреть